К нам присоединяется еще один мой коллега, Дмитрий Литвин, редактор программы «Подробности недели» и программы «Черное зеркало». Дима, ну я прекрасно понимаю, что ты пережил во время этого захвата и штурма, мы с тобой находились рядом, мы работали с тобой в одном кабинете, но все же, чтобы не от моего лица, расскажи, пожалуйста, что это было? Это был очень хорошо подготовленный поджог, и причем подготовленность этого всего была видна не только здесь, собственно, но и в той информационной кампании, которая мгновенно развернулась в Фейсбуке, в соцсетях, на некоторых сайтах, когда стали говорить, что это всего лишь акция протеста, на которую кто-то напал, и в результате дымовая шашка некая залетела в здание и начался пожар. Это абсолютно неправда. Здесь было несколько групп нападающих, одна группа сразу заблокировала центральный выход, другая группа как-то проникла в здание. Как еще пока неизвестно, но им удалось создать в здании несколько очагов возгорания. Это было очень большое возгорание, это была конкретно какая-то горючая смесь, от которой это все загорелось. То есть дело не просто в дымовой шашке. И судя по тому, что это было все очень... Если нет, то не в одной. Даже, ну, дым, конечно, тоже был, в здании вообще было все в дыму, и сначала, возможно, от дымовых шашек, потом уже точно от пожара. Это был дым, которым просто невозможно дышать. И эти люди, которые сюда ворвались, было видно, что они идут наносить, ну, собственно, готовить очень большой пожар. Они были в спецовке, они были в масках, чтобы сами не пострадали, собственно. То есть, возможно, они даже изначально... Да, кстати, эти люди были даже в противогазах. Наверное, так собираются, по версии Министерства внутренних дел, люди на мирную акцию протеста. Я не исключаю, что они, возможно, рассчитывали, что будут даже жертвы, чтобы, собственно, запугать всех, потому что, очевидно, что цель этой всей акции – это запугать и наш телеканал, и другие телеканалы. Особенно интересно, что вот в среду и в пятницу в Фейсбуке было много заявлений на сайт, допустим, сайт Амиротворец, там, Книжицкого Николая, там, и других таких людей, которые... Антона Гераченко, Андрея Леева, всенародных депутатов, мол, готовьтесь. И в одном из этих заявлений были такие слова, что телеканалы должны держать нос по ветру. Видимо, это должен быть ветер с тем дымом, который должен убедить всех быть не такими честными в эфире и, как бы, молчать о том, о чем, собственно, стоит говорить. Это и от незаконной добычи янтаря, которая в нашей стране очень масштабная, да, всех других проблем, и вся распреступность. Мы сегодня уже и с Ларисой, да, говорили в самом начале этого нашего экстренного такого выпуска на коленке, что называется, о том, что тем резонансных, которые мы сегодня хотели поднять, действительно было очень много. Выпуск обещал быть ярким по содержанию, согласись, и по диалогам, и по заявлениям, которые там могли прозвучать. Но, тем не менее, случилось так, как случилось. Спасибо тебе, Дим, за то, что помог. Это был Дмитрий Литвин, редактор программы «Черное зеркало» и подробности недели. Кстати, Дима, забыли мы пообещать зрителям, что снова с ними встретимся и в «Черном зеркале».